Друзья, на моем бусте вышла новая эксклюзивная история про кладбище. Как я жил на кладбище. Очень многие просили такую страшилку. Главного героя выселяет лучший друг, у которого он снимал квартиру. Идти некуда. Куда еще идти? Конечно же на кладбище. Решает приночевать в склепе. Тут-то и начинаются приключения главного героя. То мертвец попросят откопать, то жуткие существа разгуливают по кладбищу. Хочешь узнать, что было дальше? Что ждет главного героя на кладбище? Каких существ он встретит? И чем закончится эта история? Тогда заскакивай на мой бусте и подписывайся. Там ты сможешь посмотреть абсолютно все эксклюзивные истории и сериалы, которые выходили у меня за эти полтора года. А также там выходят истории с ютуба немного раньше. Ссылка в описании. А также прошу всех вас поставить лайк. И написать комментарий. Это очень поможет продвижению видео. Вам не сложно, а мне приятно. Всем заранее спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok История посвящается Марии и Игорю Андреевым. Еще год назад Маша и представить не могла, что ее давняя мечта стать писательницей сбудется так быстро и так ярко. Ее первый роман в жанре фэнтези, написанный в порыве вдохновения, неожиданно для нее самой завоевал популярность на онлайн-площадках. Читатели с нетерпением ждали продолжения истории. А когда крупное издательство предложило ей сотрудничество, девушка приняла, пожалуй, самое важное решение в своей жизни – уволиться с основной работы и полностью посвятить себя созданию серии романов. Ее супруг Игорь всегда поддерживал увлечения жены. Он никогда не считал писательство глупой затеей и сам втайне мечтал когда-нибудь написать что-то интересное. К тому же, зная, что жена всегда дома, Игорь был спокоен за своих собак. В их квартире жили три чихуахуа, которые любили внимание. Женатую пару скрепляла взаимная любовь. Супруги ругались редко и в шутку. Они были похожи характерами и внешностью. Оба невысокие, светловолосые и светлоглазые. Жили душа в душу, смотрелись друг в друга, как в зеркала. Игорь придет с работы, к нему бегут три маленькие собачонки, виляя хвостами и радостно тявкая. Маша сидит в гостиной с ноутбуком, накинув на плечи мягкий плед. «Ну как, вдохновение посещала?» Спросит он целую жену в макушку. «Да кое-что набросало за сегодня», ответит она, кивая на экран. Все это было хорошо до того рокового звонка. Это случилось ночью. В другое время девушка бы не ответила, но ей стало любопытно, кому хватило наглости беспокоить ее после полуночи. Взяв телефон, она увидела на экране незнакомый номер с каким-то странным кодом. «Алло?» Сонно пробормотала она, приняв звонок. В ответ раздался хриплый прокуренный голос, словно говорящий откуда-то из глубины колодца. «Мария, здравствуйте. Я звонил три дня назад, чтобы напомнить о нашей и не нашей встрече. Вы узнали меня в другом человеке. Это был не я. Но вы так на него смотрели, что вы вернули шею. Ваши позвонки захрустели и лопнули. Я помню эту боль. Ваша голова болталась на сломанные шеи, падала с плеча на плечо. Вы еле дошли до дома». Голос был настолько неприятным, с какими-то шипящими интонациями и странными паузами, что вызывал мурашки. «Что? Что вы несете?» растерялась Маша. «О, не расстраивайтесь», затараторил звонивший. «Это было смелое и мудрое решение. Вы взяли ручную пилу, встали перед зеркалом и аккуратно, я даже бы сказал, с хирургической точностью вскрыли себе череп. Забыли? Неудивительно. Нельзя много помнить, когда голова пуста. Но, уверяю вас, вы поступили правильно, когда вынули свой мозг. «Ваша сломанная шея больше не справлялась с такой тяжестью. Теперь вам легче держать голову, не правда ли?» «Что за пред?» Маша начала злиться. «Забыли. Я напомню, у вас гостил мой пес», продолжал незнакомый голос. «Добродушный черный бандок по имени Ящик. Он знает ваш запах, поэтому всюду за вами ходит. Вы посмотрели на мозг в своей руке, а потом на моего пса. Очень любезно с вашей стороны, что решили накормить его. Вы очень добры к собакам. За это примите мое уважение». Ящик проглотил мозг и облизнулся. «Наверное, хотел еще, но у вас же не было с собой еще одного. В самом-то деле. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. До свидания!» Маша не выдержала и нажала на сброс. «С кем ругалась?» Сквозь сон спросил Игорь. «Сама не поняла. Сумасшедший какой-то звонил». «Ясно». Девушка пыталась не выдать беспокойства, но в голове роились тревожные мысли. «Кто это был? Откуда знает имя? и откуда у него номер. Маша отбросила телефон на тумбочку и, натянув одеяло до подбородка, попыталась уснуть. Но странный голос еще долго звучал в ее ушах. Следующий день выдался пасмурным. Игорь с утра уехал на работу, а его жена осталась дома, пытаясь сосредоточиться на написании книги. Телефон вдруг снова ожил. На экране высветился тот же странный номер. Маша сбросила вызов, однако он зазвонил снова и снова и снова. В конце концов, не выдержав этой назойливости, она раздраженно взяла трубку. «Что вам нужно?» «О, наконец-то!» раздался в трубке тот же противный, хриплый голос. «Как вы со мной грубо! Я вам звоню, вы не отвечаете. Берете трубку, а потом сбрасываете. Что я вам сделал?» «Я понятия не имею, кто вы!» злилась Маша. «Ну как же, хозяин ящика!» напомнил голос. «Ящик – это ваша собака?» спросила девушка. «Это не просто пёс!» торжественно прихрепил голос. «Он настоящий джентльмен!» «На чём мы остановились?» «А, да, точно!» «Вы скормили свой мозг ящику!» «Он вернулся ко мне и разъянул пасть!» «Так широко, что его нижняя челюсть легла на пол, а нос достал до потолка!» «Пёс приглашал меня внутрь, и я вошёл!» «Это был долгий путь!» «Я пробирался сквозь лужи слюны и желудочного сока!» «Так не хотелось намочить обувь!» «А потом я увидел ваш мозг!» «Он лежал целёхонький, на каменной подставке, будто Святой Грааль!» «Я взял его и побежал назад, почувствовав, что пёс устал держать пасть открытой!» «Ботинки всё-таки намокли!» «Какая жалость!» С иронией сказала Маша. Незнакомец принял это за чистую монету. «Ничего страшного! Не переживайте! Я их постирал и повесил сушить на провода! А ваш мозг я вставил в свою пустую голову! О, боже! Какие тяжёлые воспоминания! Как вы носили этот груз!» Маша почувствовала, как внутри поднимается волна гнева. Она не собиралась больше слушать этот бред. «Да пошёл ты! Не звони сюда больше, шизик!» Она сбросила вызов и заблокировала номер. Руки дрожали от возмущения. Кто этот сумасшедший и что ему от неё нужно? Маша решила рассказать обо всём Игорю, как только он вернётся с работы. Вдруг это какой-то маньяк. От этой мысли по спине прибежал холодок. Но когда муж вернулся, девушке сразу стало спокойнее. Он отвлёк её от мрачных мыслей своей улыбкой. «Как продвигается твоя книга?» «Нормально», — ответила Маша. «Почитаешь что-нибудь?» — попросил муж. «Обожаю твои выдуманные миры!» Девушка помотала головой. «Я сегодня почти ничего не написала. Не могла сосредоточиться». Игорь её обнял. «Ничего страшного. Прокрастинация — необходимая часть творческого процесса». «Хе-хе-хе-хе-хе!» — не удержалась Маша. «Что ты смеёшься?» «Да просто пришла мысль. Нет хуже врага, чем человек, который принимает тебя такой, какая ты есть. Развиваешься — отлично, я тобой горжусь. Деградируешь — ничего страшного, не переживай. Со всеми бывает». «Ожидаешь от меня волшебного пиндаля? Могу организовать». Игорь принялся щекотать её под ребрами. И всё дурное вдруг стало неважным. На следующий день погода сменила гнев на милость. И Маша решила прогуляться в парке с собаками, чтобы развеяться, привести мысли в порядок и выгулить питомцев. Весеннее солнце мягко светило сквозь зелёную листву. Лёгкий ветерок приятно освежало лицо. Маша медленно брела по аллее, вдыхая свежий воздух. Под ногами носились и кусали друг друга четвероноги. И вдруг её взгляд зацепился за что-то сверху. Это были старые кеды, подвешенные за шнурки. Маша вспомнила, как тот сумасшедший по телефону говорил что-то про ботинки, которые он повесил с ушица. В тот же миг телефон зазвонил. Девушка достала его из кармана и увидела на экране новый незнакомый номер. Сердце забилось чаще. Неужели это опять он? «Да?» – неуверенно ответила она. «Ненавижу! Ненавижу твои спутанные мысли!» Злобно захрипел голос. «Сколько времени я убил, пытаясь расчесать твои извилины!» «Бесполезно! Я устал думать твои мысли!» «Ненавижу их! Ненавижу твои длинные туннели памяти!» «Я летаю по ним с бешеной скоростью!» «Меня укачивает и тошнит!» «Отвратительный багаж событий!» «Какая же ты дура, такое помнить!» «Неудивительно, что он не захотел держать эту гадость в себе!» «И что же там такого отвратительного?» – спросила Маша, чувствуя, как ее пронзает страх. «Все! С самого раннего детства!» «Даже книжки тебе читали, гадкие!» «Помнишь свои детские книжки?» «Они сделали тебя сумасшедшей!» «От психа слышу! Всего хорошего!» Маша не стала дослушивать. Она сбросила вызов и почти бегом направилась домой. Собаки побежали следом. Там ее встретила тишина. Игорь еще не вернулся с работы. Маша чувствовала себя неважно. У нее из головы не выходили слова о детских книгах. Мог ли тот сумасшедший знать, что она хранила их в кладовой вместе со старыми игрушками? Девушка достала большую коробку и начала перебирать ее содержимое. В самом низу, под слоем школьных тетрадей, она нашла тонкую книжку со стихами «Юный морец». Обложка была потерта с выцвящими картинками. Маша открыла случайную страницу и прочитала. «С мармеладом в бороде к своему папаше плыл медведь в сковороде по кудрявой каше. Вот и кончились метели, табуретки прилетели, на ветвях поют слоны. Здравствуй, первый день весны». Девушка вспомнила, что в детстве ей ужасно не нравились эти стихи. Они должны были смешить, но вместо этого вызывали жуткую тревогу. Читая их, Маше казалось, будто она сходит с ума. И сейчас, снова пробежавшись глазами по строкам, она испытала то же самое чувство. «Я думал, ты пережешь свои детские книжки, как память». Это было первым, что сказал Игорь, когда пришел домой. «Так и есть», — ответила девушка, еще не поняв, почему он поднял эту тему. «А зачем ты тогда их выбросила?» — недоумевая спросил муж. «Что? Я не...» Маша вошла к нему на кухню и увидела, что из урны торчат разорванные цветные картинки. «А, да, я забыла об этом. Не все воспоминания оказались приятными». «Ну, ладно». Игорь, заметив напряженность жены, больше не стал донимать ее вопросами. Резкий звонок телефона прорезал ночную тишину. Маша вздрогнула и проснулась. Игорь что-то бормотал во сне и перевернулся на другой бок. Девушка осторожно встала с кровати, чтобы не разбудить мужа, и вышла в гостиную. На экране телефона высветился тот же незнакомый номер. Маша помедрила секунду, а затем ответила на звонок. Ей стало казаться, что это важно. «Алло?» «На полях пасутся трупы», – раздался в трубке знакомый хриплый голос. «Что ты сказал?» – спросила Маша, стараясь говорить тихо. «Я сказал, на полях пасутся трупы. Ты помнишь эти слова?» «Нет, не помню». «Но как же! Ты была маленькой девочкой и ездила на лето к бабушке, в далекую-далекую деревню», – рассказывал голос. «Не было такого», – ответила Маша дрожащим голосом. «Подожди. Я послал тебе это воспоминание вместе с ветром. У тебя же открыто окно. Его вот-вот задуют в твою пустую голову через ухо. Ты была крохой. Приехала в деревню, где после зимы не осталось ни одной коровы. Пока выли метели, мор ходил по хлевам и гладил скот по загривкам. Вместо молока коровы доились черным ядом, а к весне в деревне не осталось никакого зверья крупнее кошки. «Бред!» – вскрикнула Маша, забыв о спящем мужа. «Ну, скажешь, бред!» – с обидой хрипел голос. «А люди так тосковали по своим животным. Хотела спустить их на поля, где подрастала сочная трава». «И что дальше?» – спросила девушка. Голос неустанно рассказывал. «Сельчане собрались и стали тянуть жребий. Кому оставаться людьми, а кому становиться животными. Тем, кому выпало быть скотом, ноги отрубали до колена, а руки – до запястьей. Им вырывали языки, чтобы они только мычали, а потом пришивали им к спинам коровьи шкуры, к задницам хвосты, а на головы цепляли рога. Людям нравилось, что скот ходит по полям. Это давало им ощущение нормальной жизни». «Нормальной жизни?» Окно чуть постукивало от ветра. Маша дергала плечами от холода. Голос в трубке звучал все громче и настойчивее. Слова сливались в один сплошной поток, от которого кружилась голова. «Помнишь, как ты увидела их летом? Люди в коровьих шкурах ходили на культях, паслись стадами, жевали траву, мычали и плакали. Тебе стало их жалко. Бедные, бедные, давятся травой. А на дороге валялись две жирные, дохлые вороны. «Это ж сколько мяса!» – подумала ты. Прибежала домой к бабушке, прокрутила через мясорубку вместе с клювами и перьями. «Хороший фарш получился, розово-черный. Ты из него напекла пирожков и побежала угощать скота людей. Бросала им пирожки, а они их ели. А что было на следующий день, помнишь? Ты прибежала к полям, а они все лежат мертвые, передохли от твоего угощения. Бедные, совсем отвыкли от человеческой еды. Пришла ты к бабушке, а она тебя спрашивает, что там делается? А ты ей ответила. «На полях пасутся трупы!» – сказала девушка в полный голос. «Вспомнила! Вспомнила!» – торжественно закричал незнакомец. Маша не выдержала и сбросила звонок. Она ощущала, как внутри нарастает паника. Ей казалось, что она сходит с ума. После той ночи девушка стала совсем другой. В ней постоянно жило чувство страха. В выходной день Маша гуляла с Игорем по парку, но никак не могла сосредоточиться на том, что он говорит. Девушка то и дело всматривалась в лица прохожих. В каждом незнакомце ей мерещился тот самый безумец с хриплым голосом. «Что ты так пялишься на всех?» – спросил муж. «Будто они тебе что-то должны?» «Сама не знаю», – ответила Маша. Ей не хотелось рассказывать о том, что с ней происходит. В следующий раз телефон зазвонил, когда девушка готовила ужин. Она будто ждала этого и сразу ответила. «Хотел предупредить, что купил себе по дешевке новое лицо», – раздался в трубке хриплый голос сумасшедшего. «И если ты снова увидишь меня в толпе, то не узнаешь. Или примешь за другого, ведь у меня теперь чужая внешность». Хотя вряд ли ты знал от того мальчика, чье лицо мне досталось. Продавец сказал, что он сам содрал его с себя, потому что считал некрасивым. Признаться, да, приятного мало. Нос, как свиной пятачок, тонкие губы, редкие брови. К тому же оно мне маловато. Пришлось растянуть, чтобы налезло на мою здоровенную голову. Чужие мозги, чужое лицо. Да что во мне осталось своего? Я уже не я. Но хотя бы не так пуст, как ты. У тебя голова без мозгов, а в груди нет сердца. Но ты его не теряла. У тебя его никогда не было. «Зачем ты мне звонишь?» – спросила Маша, стараясь говорить спокойно. «Есть жалости», – ответил голос. «Мне обидно, что ты себе такая досталась. Пустая, как скорлупа. Ты не боишься упасть и рассыпаться на тысячу кусочков? И твоему мужу я тоже сочувствую. Хороший парень, но постепенно превращается в слизня. Ты не замечала, как он стал медленно двигаться? Скоро с него слезет кожа, и он станет бесформенной сопливой массой. Кто тогда позаботится о ваших собаках? Я бы взял их себе, но у меня уже есть ящик. Мой черный ящик. Черный. Самый теплый цвет. Именно поэтому в самых холодных уголках Вселенной, там, где даже звезды мерзнут, обитают черные дыры. Самые теплые объекты во всем космосе. Они поглощают все, что попадется на их пути, и превращают это в невообразимое количество тепла. А красный – это цвет боли. Давай я научу тебя разбираться в цветах. Это будет полезно. Маша почувствовала, как по спине пробежал холодок. Ей стало по-настоящему страшно, но почему-то она не могла оборвать разговор и продолжала слушать бред сумасшедшего, словно загимнотизированное его голосом. Она нашла в себе силы нажать на сброс, только когда Игорь вошел в кухню. Он посмотрел на ее бледное лицо и спросил, «Ты с кем разговаривала?» «Да, так», – тихо ответила жена. «Ты в последнее время все время на телефоне. Это как-то странно». Маша опустила глаза. «Мне звонит какой-то сумасшедший незнакомец. Почему ты его не блокируешь?» «Я пыталась. Он звонит с разных номеров, и я уже даже привыкла к его бредним. Меня это беспокоит». «Не волнуйся, я больше ему не отвечу», – пообещала Маша. «Спасибо», – кивнул Игорь и вышел из кухни. Девушке показалось, что он и правда стал двигаться медленнее. Утро понедельника началось как обычно. Игорь ушел на работу, поцеловав Машу на прощание. Она осталась дома одна, пытаясь привести мысли в порядок. Девушка твердо решила больше не отвечать на звонки сумасшедшего и заняться работой, но ее не покидала тревога. Книга не двигалась с мертвой точки. Маша сидела перед ноутбуком, но не могла написать и слова. Ее взгляд упал на красную вазу, стоящую на столе, и она вдруг почувствовала резкую боль в глазах. Девушка отвела взгляд, и все тут же прошло. Она снова посмотрела на вазу, и опять глазные яблоки словно пронзили иглы. В этот момент зазвучал телефон. Маша знала, кто это, и не стала брать трубку. Красный цвет боли. Девушка словно обезумела. Она начала вытряхивать шкаф и выкидывала все алые вещи в мусорный мешок. Красную блузку, туфли и даже пальто. Она не могла больше видеть этот цвет. Он причинял ей невыносимые страдания. Телефон продолжал звонить. Маша зажала уши, чтобы не слышать этот пронзительный звук. День тянулся бесконечно долго. Когда Игорь вернулся с работы, девушка встретила его с облегчением. Она так рада была его видеть, что на мгновение забыла о своем страхе. «Что-то приготовила на выброс?» спросил муж, глядя на мешок у порога. «Да, некоторые вещи», ответила Маша. «Могу вынести. О, это ж твое любимое пальто. С ним-то что случилось?» «Не ройся там!» Девушка вскрикнула и резко отвернулась. «Ладно, ладно». Игорь поднял руки. «Так мне отнести мешок на мусорку?» «Говори, пока не разулся». «Не надо», ответила жена. «Я еще подумаю насчет этих вещей. Может, отдам кому-нибудь». «Ну, хорошо». Игорь достал из кармана бумажный платок и смачно высморкался. «Все равно не хотелось идти». «Что с тобой такое?» ужаснулась Маша. «Да, кажется, простудился немного». «Игорь, у тебя слизь течет из носа». «Да, Маша, такое бывает при простуде. Ты не знала?» «А вдруг это что-то другое?» «Что?» вопросительно посмотрел он. «Вдруг ты превращаешься в слизня?» «Хе-хе-хе-хе!» «Смешно!» «Хоть бы посочувствовала!» Маша смотрела на Игоря и чувствовала нарастающее отвращение. Ей и правда казалось, что он превращается в какое-то отвратительное существо. «Я схожу с ума», подумала она, закрывая лицо руками. На другое утро Игорь все еще чувствовал себя неважно, но не хотел брать отгул. Жена не стала его отговаривать. Она задумала кое-что, как ей казалось, очень важное. Как только муж уехал, девушка взяла мусорный мешок и отправилась к реке. Там, на берегу, она развела костер и бросила свои вещи в огонь. Казалось, в этом пламени сгорают все ее страхи. Вдруг Маша почувствовала на себе чей-то взгляд. Оглянувшись, она увидела большую черную собаку, что сидела неподалеку. Та была породистой, с блестящей шерстью и умными глазами. Она смотрела на девушку, словно понимая, что происходит. В этот момент зазвонил телефон. Маша достала его из кармана и, не глядя на экран, смахнула зеленый кружок. «Ты поступила правильно. Ты должна беречь себя. Ты больше не пустая скорлупа. В тебе завелись цыплята. Слышишь, как они пищат внутри? Они расколют тебя на части, когда подрастут. А до тех пор береги их, крохотные жизни. Не дай им умереть». Девушка положила трубку. Ее спокойствие длилось совсем недолго. Голос говорил правду. Каждое его слово – правда. Маша чувствовала себя странно. Внутри нее что-то шевелилось. Это были цыплята. Она слышала их писк, тонкий и пронзительный. Девушка ощущала, как они бегают в животе и в груди. Нежно царапают ее крошечными коготками, щекочут своим пушком. Маша всю дорогу сдерживалась, чтобы не засмеяться. А когда она вошла в квартиру, щекотка сменилась жуткой болью. Рисунок на обоих в прихожей. Как она раньше не замечала эти красные цветы. Какая боль. Цыплята пищат. Они тоже страдают. Нужно спасти их. Девушка высыпала на пол содержимое ящика комода, схватила канцелярский нож и начала вырезать цветы с обоев. Она делала это с маниакальной одержимостью, словно от этого зависела ее жизнь. Вырезала рисунки один за другим, не обращая внимания на боль в пальцах. «Маша, что ты делаешь?» Девушка обернулась. На пороге стоял ее муж. Он уже вернулся с работы. Как быстро пролетел день. «Я спасаю цыплят!» крикнула Маша в ответ. Она стояла на стуле с ножом в руке. Ее волосы были растрепаны. Глаза горели безумием. На лице читалось такое отчаяние, что Игорь от испуга выронил сумку. «Каких цыплят?» «Которые завелись во мне!» «Ты не слышишь их писк?» «Они все время пищат внутри. Они боятся красного цвета. Я должна убрать весь красный, чтобы они успокоились. Или они расколют меня раньше времени. Я не хочу умереть прямо сейчас!» «Маша, ты меня пугаешь. Нет в тебе никаких цыплят». «Есть!» «Так сказал человек из телефона!» «Ты до сих пор разговариваешь с этим сумасшедшим?» «Я поняла, что он прав!» Девушка продолжала резать обои. Ее движения стали резкие и дерганные. Игорь боялся к ней подойти. «Машенька, дорогая моя, это же бред сивой кобылы!» «Ты не можешь этого знать, потому что ты слизень!» «Чего?» «С кем останутся собаки, когда ты станешь сгустком соплей? Кто накормит цыплят, когда я умру?» «Маша, блин!» Телефон на полу завибрировал. Девушка бросила нож и спрыгнула со стула. «Это он! Это он звонит! Он нам сейчас скажет, как поступить! Он подумает за меня! У него мои мозги!» «Так, с меня хватит!» Игорь первым схватил телефон. Маша кидалась на мужа, дралась, царапалась и рычала. Он схватил ее за руки, затолкал в комнату и запер двери, чтобы не дать ей добраться до телефона. «Дай мне поговорить с ним! Цыплята! Мои цыплята кричат!» Девушка билась в двери, пока не упала, полностью обессилев. «Это была самая тяжелая ночь в жизни ее мужа!» Маша металась во сне, бормоча что-то невнятное. Игорь не сомкнул глаз, сидел у стены, прислушиваясь к каждому ее вздоху. Вызвать скорую он не решился, боясь, что жену заберут в психиатрическую больницу. Утром девушка очнулась с тяжелой головой и осмотрелась. Она лежала на полу, дверь в комнату была заперта. «Игорь!» позвала она. «Что со мной было? Я сошла с ума?» «Я не знаю», ответил муж из коридора. «Ты несла какой-то бред». «Я помню». Маша почувствовала стыд. «Все казалось таким реалистичным и логичным. Я помню, что творила, но все это как будто происходило не со мной». «Тебе уже лучше?» с надеждой спросил Игорь. «Да», уверенно ответила жена. «Можешь меня выпустить?» Игорь открыл двери. У него дергался глаз и дрожали руки. Девушка прошлась по квартире, где все было перевернуто вверх дном. «А где мой телефон?» сразу спросила она. «Я разбил его», ответил муж. «Тебе нужно отдохнуть от всего этого. Собирайся, мы едим в деревню, в старый дом твоей бабушки. Туда только волшебник сможет дозвониться». Маша посмотрела на него внимательно и произнесла. «На полях пасутся трупы». А я отдельно хочу передать привет некоторым замечательным подписчикам с моего бустя. Шами, Энэстейша, Плэстейша, Саяна Лимана, Тот, Кто Съел Овощи, Артём Биволк, 11, Михаил Кищенко, В. Реда, Луна, Холи Доно, Булка с Маком, Сен Широ, Мария и Игорь Андреева, Японский Окунь, Прапорщик Шрёдингер, Какой-то чел, но звать Артём, Александр Григорьев, Денис Циркунов, Мари, Катя Фхатя, Сыщик, Владыка Заволон, Кью, Даниэль Нищебродский, Денис Кораблёв, Евгений Сиренко, Катямбус, Павел Уланов, Принцесс Юникорн, Алексей Михеев, Влад ЦВ, Стас Шилов, Прямо как в той истории, где парень демону в глаза посмотрел, Градос, Твой Тёмный Попутчик, Человек, Домашний Халат, Диана Анненберг, Две Крысы, Олег Зимин, Джакул Снайпер, Ктара Веном, Ирен Дарен, Антон АСД, Дремлед, Екатерина Котлетова, Женька Нейро, Николай Чуцков, Олен Бойчиков, Хочетян, Роман, Позорная Джованна, Полина Никитина, Твой Психоз, Андрей Тимофеев. Я желаю вам всем крепкого здоровья, счастья по жизни и всего самого наилучшего. Будьте счастливы! Субтитры создавал DimaTorzok